друзья всем привет привет мы в нижнем новгороде и показывать мы вам будем два дивана гримхульт и грунар узнали для вас все поговорили с сотрудниками отдела они рассказали как они это собирали собирали ребята в период изоляции когда магазин был закрыт и к сожалению розового дивана не будет в низкой зоне чтобы мы могли разобрать на самом деле они совершенно одинаковые по всем механизмам поэтому на примере серого дивана мы вам покажем что как и внутри сравним его с фрихтоном расскажу какие есть особенности и дальше уже по итогам видео вы приняете решение нужен вам данный диван или вы пойдете в другое место так диван гримхульт цена 30000 рублей обивка гунарет темно-серый легко превращается в двуспальную кровать и есть под сиденьем отделение для хранения постельного белья но все это вы сами ребят можете прочитать на сайте либо на этикетке наша задача показать вам то чего вы не видите даже при посещении магазина возможно давайте разбираться так во первых по ткани дим иди сюда давай и крупненько лежу покажу увеличиваем я пока рассказываю про ткань значит здесь ребята у нас пять с половиной процентов хлопка 20 процентов мотокрила и 75 процентов полиэстер что делает мотокрил мотокрил добавлен сюда специально диме не могу не слышать смазку в общем если чувства верующих нарушены нажимайте выкол и не смотрите мотокрил добавлен специально в ткань обивочную для чего во первых это отсутствие катышек не дает растянуться ткани и не дает засалиться ткани но по крайней мере засаленность на 30-40 процентов ниже кому интересно почитайте что такое мотокрил это синтетическая ткань именно для износа стойкости по поводу растягиваемости я думаю вот пойдем на примере фрихтен и покажем как раз что такое когда растягивается ткань от попы вот эти волны они возникают в процессе эксплуатации когда ткань просто тянется то есть вы сели до ткань потянулась она потянулась за вами и когда это дома постоянно то есть вот эти все волны бугры ну знаете когда да вот хочется диван вот вот так здесь по крайней мере заявлено производителем данного полотна что таких проблем быть не должно то есть сама фактура более плотно но мы когда новинки вам снимали я была в шортах я уже говорила что ткань такая вот много ну в ключево то не то чтобы колючие но с голыми ногами дома дата в халатике не сильно может быть комфортно поэтому я бы например если вы там любительница пощеголять короткий шортиках какой-нибудь пледик можно да вот чуть закинуть добавить милости и при этом комфортности для самой себя так потом вовнутрь и потом уже давай наверное рассмотрим именно дизайнерские до моменты так убираю подушки внутри большой кроватный ящик нет проблем с тем чтобы убрать постельное белье либо те же подушки где нужно можно можно смотрите нет никаких хвостиков нет никаких выдавижных петлей это так и называемый шагающий механизм то есть я просто берусь рукой вот за эту часть за боковую планку единственное конечно минус что со временем вот эту планку при желании можно выдавать да не пойдем вовнутрь а мы не сотрудники мы блогеры так смотрите по кроватным ящиком из минусов нет вентиляционного отверстия даже того который есть в дешевых бресунтах интернарпах ну ребят как то уж диван за 30 тысяч это можно было при пандорик дальше здесь у нас везде войлочная прокладка то есть стучание и вытирание не будет механизм увеличил хорошая пружина тянущиеся здесь дополнительные металлическое сможет покажи как она работает покажешь как не тебя и больше не на все да но имейте это ввиду соседи снизу не обрадуются такому раскладыванию дивана сейчас покажу по вместимости кроватный ящик ну подушка в принципе по размеру как 50 на 70 то есть фактически две подушки простынь и там пару одеял спокойно сюда может уместиться едем дальше спинка вот точно такой же момент у трехместного фри хитона здесь вас остается голая то есть если это стоит возле стены либо это стоит где-то в середине у вас соответственно вы либо вы сваливаетесь либо подушка это вот самое нелюбимое диме на место до сюда когда подушку кладешь можно подушку потерять во время сна ну как у кушетки хэммус ребят давайте смотреть дальше это все-таки диван а кстати здесь отличительная особенность у дима пока к обзору готовить спросил меня в чем же разница между фрихтона во-первых это ткань это дизайн и ребят это плотность пенополиуретана самого внутреннего наполнителя то есть он потверже ну не две вещи не понравился в конце покажу покажешь да хорошо давай есть потом ты покажешь значит смотрите вот эта часть однозначно топпер без топпера спать будет просто невыносимо вы будете все время натыкаться на этот горб это будет мне сон а мучение видите какой переход то есть любой диван друзья мои подразумевает внутренний дополнительный топпер комплектацию соответственно не входит вы нужно покупать за отдельные деньги потом где-то еще и хранить так ножки ножка деревянная многие спрашивали для чего ножки ну понятно да что это и дизайн ну и при этом вот за счет того что это шагающий механизм 6 ног с каждой стороны по три ноги обвязка полностью деревянная там не по три раз два три раз два три вот тоже самое только здесь более длинная изящная нога теперь давайте по минусам который нашла я ну во первых отсутствие вентиляции это тоже имеет место быть отсутствие вот здесь какого-либо дополнительного крепежа для того чтобы его разложить эти пружины ручки да мне например не хватает дальше давай смотреть ну расклад громко-громко чего громко вот пойдем посмотрим как прикреплены боковушки который здесь просто обычная петля ну зря топит и нормально нет здесь и будем здесь петля ничего плохого нет я не говорю плохое просто здесь петля я констатировала факт я хочу показал крепление боковых частей ну давай мы вам уже в обзоре новинок говорили на боковушках лучше не сидеть то есть они людям они все равно кого не закреплено но они не рассчитаны на сиденье это пули сборник и сборник всяких маленьких частей отдай их игрушек конфеточек всякой мелких да они будут там точно копить так ты про минусы скажешь или рунарку перейдем резко переместились местами но очень делать ну смотри во первых мне не понравился давайте поднимем вот это мне часть не понравилось чем она не там ткань и пружина нету dvp прослойки жесткого помнишь когда мы делали обзор по новинкам ты сказала что в середине чувствуется деревяшечка а по краям нет да вот за счет этого там вроде как бы типа пружины что ли он прям пружины вот я другой рукой здесь пружины но пружина не как бы на весу натянуты как кровати раньше были в детстве в ссср вот это большая вероятность что может диван про со временем проект провиснуть почему фактически жесткости вот это не хватает да если было бы фиксация dvp или что-то какое-нибудь тут есть а там нет нифига себе да кстати вот я на это не обратила у меня вопрос поэтому сколько он прослужит в рову то чтобы он был однозначно провести потому что вот смотри сейчас я рукой нажимаю вот нажимаю рукой я чувствую как пружина проваливается мне сюда я провисит и пружины чувства а если это крупные люди это постоянные дети прыгали не по дивану ну особенно когда папа любит сидеть в одном месте из мадарина до того папина место сразу будет обозначена да можно складывать какой еще не назовите это опять же на любителя пойдем сюда они с другой стороны виднее пойдем другой стороны я заметил это очень спорная такая спорное решение такое пойдем покажу пробитые скобки где мало болен но нельзя ли как-то это было по-другому сделать но это вот вообще очень-очень-очень это цену прям забивает на минимум ну и соответственно вот этот за счет то что это все ручная работа разные складки вот она здесь у бокам и тогда торчит а здесь вот этот момент если у вас это как бы не особо смущает то принципе может покупать странный диван были на 30 тысяч как хотелось бы так давайте теперь грун арку на самом деле по ткани по плотности пенополиуретана они одинаковые друзья они отличаются дизайном и теперь я понимаю почему грун арб стоит дороже во-первых здесь все прошито ровно давай опять заметим еще как в тот раз ты могла заметить ребята очень фальшивые вот это боковушка на я про это уже говоришь на них лучше не сидел вдруг кто не смотрел новинки ну да почтем нежелательно не сидеть не прыгать просто это как эстетически красивую штучку так значит теперь второй товарищ из этой линейки наполнитель одинаковый ткань одинаковая то есть все то же самое только другой цвет дороже на 5000 раскладываемый механизм такой же да так точно так же вперед шага потому что мы не можем разложить но вот здесь есть усиление в том-то и дело и хорошее усиление эстетически нет она нехорошие просто бумажка просто усиление хотя бы есть нет никаких скобок дим боковушку покажи то есть боковушка идеально ровно и потому что другая она прошит и да то есть она как подушечка идет ну понятно будет пачкать это ничего не съемно то есть это за временем засалилась нужно химчистку надо вызывать он более легкий в плане визуала за счет того что у него более высокое под диванное место вот это изящные ножки другого цвета в контрасте он смотрится более воздушным но как бы эстетически мне он нравится больше опять же ребята нужно до тестить смотреть правда ли вот этот мод акрил будет так себя вести и не даст провисанию скатываемости и убиванию ткани потому что это на самом деле очень критично когда диван со временем весь вот провисает просаживается вот прекрасно понимаете гарантия два года кто эту новинку уже взял и тесте дома пожалуйста делитесь в комментах потому что мы можем только вот потрогать пошупать посидеть и больше в принципе ничего вот смотри давай опять с краю посередине чувствуется будет ли разница вот края вот здесь я проваливаюсь как бы поглубже чем вот здесь значит папина место будет посередине папина место должно быть посередине до чтобы не было провалов по дивану а давай наверно с фрихтеном сравним потому что они одинаковые по размеру как раз они стоят рядом у давали кто на нас есть обзор по высоте сиденье ребята заметно скорее всего да будет ну да чуть пониже я просто камеру пустил не могу видеть у фрихтена дим наполнитель фрихтен сиденье выше приблизительно на сантиметров 5 но у него наполнитель пенополиуретан более тонкий я бы не сказал то не смотрю не сидушка какая ты плотность визуально даже папа и сядь сравни вот в этом она начинается понеслось дать этот этот во фрихтен проваливаешься глубже то есть папа проваливается глубже в африктен значит плотность но это чисто это полюрит у ослабор жена спина полиуретана разные в ткани соответственно нет дополнительного компонента но опять же дамы до акрилы кей только начинает использовать и как она себя будет покажет мы не знаем поэтому мы ждем до комментариев разложив фрихтен будет ли тебе легче его разобрать одной девочки без мужа без да давай а хотя тоже самое то нам уверяли что другой механизм в принципе да а есть там вентиляции то вентиляции да у фрихтена что лучше есть отличительная часть отличительная часть у нее есть защита от зацепа металлическая планка он белый вот это вот закрытие до этого почему-то неплохо собирал вот этого не было это наверно нововведение какой-то ребят этого не было вот эта штука классный я последний раз конечно собирал год назад ты будешь собирать субботу как раз скажешь потом что-то приятное добавили в этот диванчик ухаж на месте не стоит ну скажем так новый диван чуть полегче по усилию но я справилась а почему тогда в этот диван не добавили защиту вопрос этот этот диван делается в беларуси ну твой итог что-то вы взяла бы из этих диван какой тебе лучше во-первых у них разница мне вот этот серый по цвету не нравится мне не нравится боковинки склад хорошо удобнее сидеть где на более высоком диване или на более низко вот это я ногой затолкал ты видел да вот этот я но у тебя подушку цел килограмм тоже смогла затолкать честно вопроса тебе удобнее это более высоком диване или на более низком он при твоем росте метр шестьдесят девять до чтобы я фрихта взял я не знаю почему вот просто меня сейчас проси нет вот и статьи мне вообще вот нравится велосипно но если выбирать между двумя прямыми диванами ибо мнение и если у меня не было большой критичной разницы по цветовой гамме я бы выбрала фрихта проверено понятно как будет эксплуатироваться большой разницы в механизме не увидела разница только чуть плотнее матрас и в легкости то есть чуть полегче открывать и вот этот вот модакрил нужно смотреть как он будет эксплуатироваться но опять же до фрихтен избитый уже диван возможно кто-то просто хочет тупо поменять он уже надоел они есть у всех и вот допустим тот же гурнар прозового цвета будет очень легко изящно смотреться в гостиной либо это если какая-то до комната там девичья комната более изящно и эстетично чем фрихта короче скальпасовский подведем итог подведем итог они разные ребят они совершенно разные вот для тебя сейчас да что лучше фольксваген или опель вот поэтому здесь тоже самое во первых не нужно забывать о том что разница в бюджете практически наверно 40 процентов цены это тоже имеет значение 30 тысяч и 22 поэтому я бы хотелось живых отзывов тех кто уже купил эти диваны я точно знаю что вы их уже купили потому что продажи по диванам по всей россии есть мы статистику подсмотрели будем рады отзывам ребят конечно об этих диван а именно об этих диванах потому что ваш розов будет очень полезен для других будущих покупателей данных диванов обязательно лайки ставим и делимся в соцсетях это для нас главное потому что многие вот допустим новинки да ты выпустил когда многие пишут а я пропустила в прямой же в прямом эфире когда новинки выпускаю любой обзор выпускаем вы можете посмотреть а если вы у вас подписка слетела или youtube вас от нас каким-то чудом отписал вы не можете в этом чате поучаствовать и задать вопрос в процессе просмотра а порой прям очень важно это поэтому проверяйте и делитесь как дима сказал видео суд одеваем обратно муни и все пока